что за бесовые дела на тнт вновь новая премьера комедийного фантастического сериала гусар с гариком харламовым в главной роли история рассказывает о невероятных приключениях некоего поручика рыльского героя отечественной войны 1812 года который волею судьбы оказался в нашем времени специально к премьере сериала телеканал запускает гусарское такси во владимире повозка с лошадьми под управлением настоящего гусара будет курсировать 2 октября и бесплатно доставлять своих пассажиров из пункта в пункт б в пределах улицы города единственное условие воспользоваться услугами такси можно будет если гусар признает пассажира за своего а что отличает настоящего гусара конечно же усы но не суть что же происходит в сериале сентябрь 1812 года фили на историческом совете михаил иларионович кутузов собственными руками душит пораженца предлагающего сдать французам москву главнокомандующий свято верит в победу потому что у него есть главное оружие поручик гусарского полка рильский которому доверено добыть планы расположения вражеской армии поручик берет штурмом жену французского генерала и сворачивает драгоценные документы в трубочку хоть рогатый муж и стреляет ему в причинное место пули удалому гусару нипочем его только на один крючок поймать можно крючок живцом в виде пышногрудой блондинки появляется по пути в штаб рильский и и пытается взять наскоком ну что же ты пулема меня кутузов ждет и дождался бы великий полководец чтоб москву не палить но вмешиваются потомки машины времени гусара засасывает в сентябрь 2020 года современной москве гонца из прошлого встречают ученый нерд митя журавлев и уходящая от него жена катя ее волос приспособленный к чудо машине вызвал из прошлого носителя такой же днк и теперь когда нашему гусару рыльскому угрожает опасность у кати исчезают то руки то голова испытаний в современной москве ему хватит то с косплейщиками на красной площади подерется то в полицейском бобики прокатится то на телешоу угодит но хуже всего бравому служаки от осознания того что не успел он с картами кутузову как не торопил митю саблей сгорела москва не смог подвел великодержавная кручина которая порой одолевает главного героя оттеняет и уравновешивает его удалую комичность выбор актера на центральную роль сколь удачен столь очевиден кому еще воплотить анекдотического поручика в продукции comedy club как не гаррику бульдогу харламову как и большинство comedy club щиков первого созыва гарик комик высокого класса которому в общем и говорить ничего не надо чтобы выглядеть уморительно смешная херня да просто попробуйте остановить какую-нибудь сцену с ним в любом месте и полюбуйтесь мимическими комбинациями актер смешон даже в виде истукана а тут из его уст со знакомой хрипотцой вылетают задорные присказки с любовью произведенные сценаристами ну и попробуйте не всхрюкнуть от диалога что случилось выдра окатилась цветистость речи рельского имеет постмодернистский толк иронически обыгрывает стародавнюю лексику попутно цитируя советскую киноклассику про титьку еще афоне повторял в принципе вся сюжетная конструкция как вы могли понять по описанию выглядит как кино и литература был их времен только завидев современную москву гонец из прошлого не воскликнет лепота то какая а грустно подметит что все злые какие-то шум гам посмотреть на себя нынешних глазами предков соотнести свои принципы с традиционными между строк предлагает гусар и все это было бы до зевоты скучно если б не живой образ главного героя харламову такая ответственная работа в сериале досталась впервые и он отыгрывает на все сто саново кота ему в сапог продюсер сериалы рассказал как главный герой сериала капризничал на съемках на онлайн-презентации креативный продюсер рассказал что идея проекта принадлежит вячеславу дусмухаметову роль изначально писали под гарика харламова другие кандидатуры даже не рассматривались гарик в свою очередь влюбился в своего персонажа и вложил в сериал как душу так и финансы для меня этот сериал что-то невероятно это моя первая большая роль мы сроднились со всей группой очень хочется что это понравилось зрителю потому что вложены все силы и средства отметил харламов примечательно что исполнитель главной роли не присутствовал на онлайн-презентации он связался со студией поведя связи свое отсутствие гарик харламов объяснил тем что находится в студии на озвучивании другого проекта к слову илья полежайкин рассказал что гарик капризничал во время работы над проектом имея в виду что шоу мэн диктовал свои условия но мы умеем договариваться отметил креативный продюсер другие актеры в свою очередь похвалили профессионализм и открытость харламова так катерина ковальчук рассказала что они с коллегой после смены могли потратить час на дружеское общение обо всем звезда сериала гусар павел росомахин а за кулисье павел что для вас стало самым неожиданным в сериале гусар кто ваш персонаж какой он и как думаете почему именно вас утвердили на данную роль мой персонаж дмитрий журавлев он ученый который фанатично желает создать машину времени его замысел настолько масштабный что он перестает обращать внимание на вещи не столь существенные как отдых питание и личная жизнь в итоге он даже не замечает что от него уходит жена насколько я помню кастинг был очень подробным для примера я проходил пробы вместе со своим братом двойняшкой мы по-разному толковали персонажей его мотивы в итоге выбрали меня наверное я ближе всех угадал каким должен быть мити в глазах режиссера и авторов но также вероятно что мне просто повезло расскажите про съемки что было настоящим а что декорации чему приходилось учиться прямо на площадке были ли дублеры как ни странно почти настоящей стала машина времени она была очень детализирована светилась своими кнопками пускала дым искры шумела при запуске мне в роли мити было легко поверить что вот сейчас я верну человека из прошлого или обратно все на площадке было максимально приближено к реальным вещам чтобы зритель поверил фантастический сюжет нужен максимально реалистичный и детализированный мир что касается дублеров они присутствовали постоянно с нами наших персонажей взрывали и топили и морозили кидали перцем в глаза били палками в общем скучать не приходилось я старался делать все самостоятельно ведь учитывая что у меня есть брат двойняшка я говорил режиссеру если что у вас всегда будет два дубля но правда не больше к слову илья полежайкин рассказал что гарик капризничал во время работы над проектом имея в виду что шоу-мен диктовал свои условия но мы умеем договариваться отметил креативный продюсер другие актеры в свою очередь похвалили профессионализм и открытость харламова так катерина ковальчук рассказала что они с коллегой после смены могли потратить час на дружеское общение обо всем звезда сериала гусар павел росомахин а за кулисье павел что для вас стало самым неожиданным в сериале гусар кто ваш персонаж какой он и как думаете почему именно вас утвердили на данную роль мой персонаж дмитрий журавлев он ученый который фанатично желает создать машину времени его замысел настолько масштабный что он перестает обращать внимание на вещи не столь существенные как отдых питание и личная жизнь в итоге он даже не замечает что от него уходит жена насколько я помню кастинг был очень подробным для примера я проходил пробы вместе со своим братом двойняшкой мы по-разному толковали персонажей его мотивы в итоге выбрали меня наверное я ближе всех угадал каким должен быть мити в глазах режиссера и авторов но также вероятно что мне просто повезло расскажите про съемки что было настоящим а что декорации чему приходилось учиться прямо на площадке были ли дублеры как ни странно почти настоящей стала машина времени она была очень детализирована светилась своими кнопками пускала дым искры шумела при запуске мне в роли мити было легко поверить что вот сейчас я верну человека из прошлого или обратно все на площадке было максимально приближено к реальным вещам чтобы зритель поверил фантастический сюжет нужен максимально реалистичные детализированный мир что касается дублеров они присутствовали постоянно с нами наших персонажей взрывали и топили и морозили кидали перцем в глаза били палками в общем скучать не приходилось я старался делать все самостоятельно ведь учитывая что у меня есть брат двойняшка я говорил режиссеру если что у вас всегда будет два дубля но правда не больше и и и и и и